всем привет 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 миллион миллиард приветов с вами снова ряда мне скинули видос посмотреть про путь новичков геншин ханкай потому что я играю в геншин да играю в ханка и не играю в геншин играю поэтому так здесь будет про хан кай мы посмотрим только половину видоса потому что я в ханка и не разбираюсь я видела что об что-то связано с космической тематика это вообще не люблю единственно космическая тематика которой мне зашла это были звездные войны все вот но про геншин возможно что-нибудь и скажу скинули кстати видос вообще недавно вот я решила что он коротенький у меня сегодня очень мало времени поэтому я успею вот снять не забывайте подписываться ставить лайки комментируйтесь на другие мои соцсети все ссылки в описании в графе канале где там еще на пусть и гравить холл смотрим так что если что забегайте ну примере я его смотрю вот да и все собственно если этот машина и вы бы знали что здесь было в дудо пиццы с геншином пиздец за один день всю нахер раскупили я вам серьезно отвечаю я утром заходила посмотреть комбо вечером его уже нет и так везде по-моему было ну типа в питере сто пудов то было везде и такая не наху есть конечно классно или они просто мерча мало закупили я не знаю это был ужас конечно алпу цыган но соглашусь я относился предвзято просто капитализация михуё могла превысить доход и крипто казино но все-таки только здесь создатели заботятся сервисе и прислушиваются критики точнее просто обижаются и плачут со сцены и даже когда я гуляю по парку то вижу кучу людей в косплей персонажей туда я кстати тоже в питере периодически вижу людей в косплеях геншина я точно помню что я видела парочку девочек которые косплеили венте я видела девочку я как-то ехала в троллике и встретила на троллейбусе и видела девушку которая я не знаю девушка не могу понять их возраст я вообще ничей возраст не могу визуально понять которая косплеила я и амику и по-моему я видела кого-то кто косплеил лизу выглядит конечно круто но блять я представляю сколько стоит нормальный косплей геншина типа не алиэкспрессовский а нормальные то блять такие деньги большие я все время думала заниматься косплеем я все еще об этом думаю но у меня пока нет лишних денег я сейчас откладываю на комп а так как я тащу транжира то это очень долгое мероприятие ну да я тоже их видела ну не таких я видела девочки я вообще не понимаю ну типа я не фанат подобных игр мне например и ведьмак не особо зашел ну именно веду сама игра книга-то неплохая вот сюжет неплохой но как-то вот мне не очень а геншин не зашел ханка я пыталась поиграть что-то как-то нет поэтому да как-то вот с геншином я подружилась не знаю почему так вышло при том что у меня кстати никто в геншин ты не играет из моих подруг это я всех пытаюсь подсадить чтобы не было с кем это обсуждать кому дарите геншиновские подарки ну и все такое вот но пока не подсели потому что не на чем играть то комп не работает ну плохо работает то в телефоне места нет я собственно себе второй телефон купила для съемок и заодно для геншина умно да мы не смотрел и что вы думаете я решил полностью окунуться и попробовать себя в роли новичка в этих играх ни разу не донате между прочим я уже донатил я как всегда среди первых сложностей геншина меня встретила установка пока я ведь раскачала груми при том что я играю в телефоне у меня нет геншина на компе но даже в телефоне 27 гигов занимает да на компе там по-моему тоже какие-то большие цифры хотя может быть до игры ты нет все равно много идите в жопу я сразу встретила расписание каких-то молитв лаунчере ну раз надо то придем бери это нахуй и как только я запустил игру все мое окружение перестало общаться со мной а дискорд добавил окунку заданием геншина шпионеря за каждой моей игрой и я слежу за тобой и как только я выбрала люминку девочку смысле на самом деле нихуя не молчит потому что когда ты берешь отряд где есть люмин то она может заговорить либо если это вместо какого-то персонажа берешь люмин она может заговорить в некоторых кат-сценах она разговаривает я не знаю меня память кстати не раздражает типа и у меня есть подруга который тоже очень много болтает постоянно почти перманентно молчит только если у нее настроение плохое вот поэтому как бы я к этому привыкла и меня поймать не раздражает я надеюсь я не задену штатив я не могу уже на ногу вытащить поэтому как бы к пойму нет вопрос но пошутить на ней не грех конечно но любя но нельзя погладить котиков это грустно и собачку тоже но собачку можно покормить она даст сундук по моему где-то в натлане я еще не в натлане как бы я не так давно играю вот но вроде как я видела где-то в тик токе что какую-то собаку можно покормить натлане на тик сундуку приведет по моему натлане или фонтейне нет натлан по моему несут а вот вообще кстати я начала интересоваться геншином знаете когда по моему это был год или два назад короче когда вышел вот этот вот трейлер с предвестниками фату и я посмотрела на них такая уах как вы мне нравитесь а там еще какая-то царица такая я должна вы поиграть и собственно да как раз тогда все про арликина говорили и когда я ее увидела я такая я надеюсь ты у меня будешь спойлер у меня ее нет у меня и нет она мне не выпала я сейчас жду райден буквально осталась неделя а у меня всего 5000 круток ну примогемов соответственно это 1600 примогемов то 10 круто ну то есть как бы мало у меня круто а райден не хочет падать мне уже эти твари блять шеврес мне дважды выпал или кто мне дважды выпал да мне шеврес дважды выпал а райден не выпадает вот ты блять такая но будем надеяться что выпадет и хочется укрыться пледиком заварить какао хочу вам не нравится вот эти комфорт гейм сундуки это пиздец ребят я так затрахалась этими сундуками у меня манштадт почти весь открыт кроме одной локации вот у меня крюс названиями плохо по-моему где пик буревестника находится там 97 процентов а ты три других мест открыты на 100 я такая падали где сундук остался при том что я типа вот эти помидорки постреляла все сундуки вроде все нашла анемоклу давно все нашла у меня статуя уже прокачана максимально но вот 97 такая пиздец может этот остров конечно срана но я уже на этом острове все посмотрела нет там больше никаких сундуков вот сейчас я пытаюсь закрыть полностью ли юэ тяжеловатым да я сначала пытаюсь сама бегать и искать визуально а потом пользуюсь вот этой специальной картой то есть когда я вообще уже не могу найти у меня не сто процентов то я открываю карту смотрю да есть специальная карта геншина где есть все сундуки все там анимокулы геокулы хуёкулы и так далее все испытания на время все короче все 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 оно все есть ты просто включаешь и смотришь вот если меня не получается на 100 закрыт я так делаю потому что я захожу каждый день потому что у меня благословление луны минуты забыть про внешний мир и не подавать никаких признаков жизни все ради вайфа чек которых нужно выбивать в баннерах повторюсь я пытаюсь не донатить и действительно проверив почту я обнаружил награду в целых тысячу примагемов меня благодарили за то что игра победила в какую-то номинации на gamescom я отчет это не очень припомню тогда на стриме gamescom я бухал виски был в си а мне она не выпадала но я не выбивала машинки и дубасит врагов сверху и вообще персонажи здесь много начинать и родеек трапов индусов и заканчивая сомнительными лульками а ты типа девочка лоли такая маленькая да мне кстати лолики вообще там не заходят в геншине то есть там да есть несколько лолик но вообще не 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 зашли то есть если прям взять любимых кто мне нравится визуально и потому как они пиздят противников это соответственно орликина я про нее уже говорил райден который ко мне не приходит мне случайно выпала нилу вообще случайно и я типа первое время думала что фу хуйня зачем она мне надо а сейчас я так люблю ею играть вообще трэш вот эмбер при том что ее вообще не любят ее почти не качают мне прям зашла я и дала лук фавония прокачанная на 70 уровень она у меня вообще всех разносит вот кирара мне внезапно понравилось при том что я дендра вообще персонажа не люблю вот гео и дендра вообще не подружилась а вот она внезапно подружилась вся у я прям жду его баннер я хочу его себе забрать мне визуально нравится ризли такой мужчина шикарный но опять же жду его баннер если он не попадется я заменю им каю потому что кая мне нравится что он лед мне нравится как он противников пиздит мне не нравится он как персонаж я не люблю таких мальчика мне не нравится делюк классно бьет тоже прикольно но он двуручник двуручники медленно двигаются нет не нравится поэтому я в основном использую либо чуваков с одноручными мечами либо колдунов да а вот прямо любимых кто мне еще прям любимый но тут кого я могу так быстро вспомнить ну пока это уж не могу вот так навскидку вспомнить понятно что есть еще кто мне нравится но пока так отъебись и вообще такой здесь норма например персонаж да там есть такие момент там есть такие момент там есть история про колодец когда жители по моему какой-то деревне жаловались что типа в колодце вода странно и есть подозрение что там как бы трупик отдыхают на дне и вообще-то много на самом деле таких немножко пугающих моментов но вы делали что их нет наверное тысячи лет я не знаю и по лору тебе типа 500 тысяч лет и с тобой все это мой живот я из хочу негодяев из африки игру даже отменяли в твиттере из-за того что вы устраиваете меня не думаете разрушаете их последний лагеря на материке ладно у всех свои нет прокачка статуй хуй с ней я долгое время мучилась прокачка персов это одного хочу прокачивать то другого хочу прокачивать на всех материалов не хватает опыта тоже не на всех хватает чё еще какая у меня еще была проблема с артефактами я до сих пор вообще не подружилась с этими артефактами не понимаю не хочу и вообще я знаю что фиолетовый самый лучший нужно вешать их а у меня пока не так много и я пока что отложила несколько специально для райден в ожидании что она придет она не приходит ну короче да а вот прокачку оружия вообще нет проблем меня раздражает когда я подняла уровень например на двадцатый мне нужно возвышение а у меня не хватает каких-то приколюх масок например разбитых или типа того и мне нужно бежать за ними это долго или когда в подземелье надо топать потому что этот блять я забыла как этого лорда зовут который волк я говорю меня на имена блять название память пиздец волк в вольфин доме блять как он меня затрахал вы бы знали блять я его на втором уровне мира с третьей попытки тут победила я не знаю может я лошара какая-то или что но я даже с этими кубами блять легче пиздилась потому что я уже билла анема куб для джин электро для байдоу и гео не помню для кого для кого-то на и наверно уже какие-то созвездия алтаре отряда книжки хуишки ради того чтобы вникнуть мне даже пришлось смотреть гайды записывать все вот носик еда просто представьте что скайриме вы вместо того чтобы исследовать локации сидите полчаса в менюшке прокачивать ручный меч ну это можно сделать его быстрее на самом деле не настолько долго и выбиваете того самого даваки нас тем самым тумом а я не умею считать статы и я быдло а что касается сюжета да сюжет огромный и он еще не закончен или контент дозировано и постепенно а если вы начнете подумать все прямо сейчас от бесконечного фарма вы или садите с ума и не состаритесь о господи и играя в геншин я понял что свернул не на ту дорогу в своей жизни значит чтобы ты завухсовал по этому решил опробовать ханкай старрейл собственно да я сказала что я полностью видел смотреть не буду потому что в ханкай я попыталась поиграть но мне не зашло мне вообще не нравится тематика космоса как я уже сказала поэтому да как то так если я однажды когда-нибудь дойду до этого то мы тогда и поговорим но пока мест нет собственно такая получилась реакция здесь на вам понравилось не забывайте подписывать ставить лайки комментировать и всем пока